здравствуйте товарищи меня зовут михаил судаков на этом канале я реагирую на кей-поп как вы знаете есть у меня подписчик спонсор егений ерин который очень любит заказывать мне песни subunit of nct и в этот раз он себе не изменил и он заказал мне конкретно песню universe let's play the ball это эту песню исполнила nct u собственно говоря на который уже тоже не раз реагировал на вошла эта песня одна из двух заглавок на альбоме юниор собственно говоря там было юниорс let's play the ball и что-то еще по моему битву замечательно это был проект nct 2021 вот в этом же году насколько понимаю да все верно этот альбом и вышел ладно как мне эту вещь смог заказать евгений ерин я думаю вы знаете сколько youtube приносит всем реакционерам примерно ни черта то остается надеяться только на booste.to slash судаков то есть там на него можно меня поддержать на любую принципе сумму вам удобную и тогда это позволит мне реагировать на больше песен и так практически каждый день реагирую по моему это достойно поддержки вот егений так считает и мои замечательные другие спонсоры тоже но сейчас мы конкретно про nct u universe let's play the ball давайте послушаем может мне эта песня зайдет может нет понятия имеются nct вот искренне всегда не знаешь чего ждать правильно сказать никогда не знаешь чего ждать но тем не менее так что готовы к реакции я готов он еще раз спасибо евгению ерину за такой заказ и давайте 321 поехали ну как говорится бейсбольный бит бейсбол нас никто не играет бейсбольный бит была продана больше чем не знаю всего другого эта шутка про 90 в россии тут ребята как и в честь и играют действительно в бейсбол это интересно загадочных звук на фоне слышали то знакомый саунд nct неплохо на повышение музыка пошла приятно надеюсь никого не зашиб он там этой бейсбольной биты купит только забавный мне особенно нравятся фоновые звуки к высокой голосу парня окей какой будет припев я даже даже не представляю в этом конечно прикол с nct припев дам случае наоборот нормальный мне здесь очень нравится фон и звуки очень они здесь прям хорошая не задают половину мелодии пожалуйста удовольствие приятные синты которые им аккомпанируют тоже приятно о звучок 90 прибежал мете с бейсбольными битами блин они прет прихоруцами припевом отсылают очки какие-то были начало двухтысячных серьезно вот да нет да но вида как будто кутара не супер джуниор или не знаем кто-то типа того что-то есть опять электронные звуки на фоне как-то тут и манера пения и музыка какая-то вот реально ранее это прикольный момент приятный ночь это уже больше похоже на на типичные сети которые вот знаете такой с муски чисто мне очень нравится фоновая фоновый звук который здесь звучат очень нравится они прям очень хорошие они натурально песни такой по сферу задают атмосферу музыку за все за все за многое здесь отвечает именно фоновое звучание кое-то сейчас я объясню что имею ввиду ну во первых на мой взгляд одна и лучшая песня сети которую я слышал именно сети не говорим про проявивай ве там меня пока что недосягаемости он на юс там слишком хорошая песня вот но вот это одна из и по разным причинам здесь все равно есть место хватает экспериментальность но не банальности до которую инститина часто обеспечивают и с м частности но при этом она нормальная при этом она еще разная то есть она начинается как одна песня продолжается как другая в конце вообще третье давайте по частям вот поедем до начала пропустим вот слышите уже фоновый звук такой вот это вот звучание вот этот син который такой гудящий мистический вот он внезапно появляется и приятно появляется вот я про это говорю наверх пошло как бы да то есть был один звук начали опускаться немножко теперь у нас опять такой слегка загадочный фон какой-то тоже хорошо а вот это прям прям реально 2000 тут еще стерео хорошее было слышали она более стандартная при этом на фоне заливается синт переливчатый такой слышите но блин что иногда умеют сэмщики делать это они не создают ощущение бардака они не создают ощущение какой-то там даже дисгармонии потому что иногда это они осознанно делают они умеют звуки так раскладывать все эти синты ударные прочие мелодики по каналам по всему прочему и так нужно важно важных местах нужно приглушать одно наоборот увеличивать другое что не стоит ощущение как будто у тебя в башке что происходит если такое ощущение создаются значит им захотелось в этом куске сделать что-то подобное дисгармонию добавить вот здесь такого нет это прям приятно то есть я слышу прекрасно все эти синты но они грамотно звучат слышали взвизгнул синты я молчу про клип который тоже динамично очень снят это немножко загадочный слышали опять вот он он сначала выше и уходит куда-то еще пищащий синт привет из хип-хопа 90-х опять же переход просто просто композитор захотел сделать вот это вот они захотели и сделали продолжаем а 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 тут один фоновый син который задает очень атмосферу другой который норчика истерит а прям такой они гармонии все живут эти синты коралл а 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 не просто очень хороший эффект слушайте как будто прорывается что прорывается музыка и прорвалась вот Просто. Голоса хорошо вынесли. И вот тут они добавили NCT-шности такой классической, ну, типа 127, 127, простите, что-то там вроде. Господи, что это за звук вообще такой? Супер электронный, но необычный. Слышали? Они этот синт уже использовали, он просто потом поигрывал, а потом внезапно здесь проносится, здесь проносится. Ну, черт знает что. Это очень достойно, прям очень-очень достойно. Это, блин, максимально хорошо сделанный трек, который вроде как и фанатов NCT не оставит равнодушными и покажет, да-да-да, мы все еще такие, мы вот экспериментальные, мы необычные. Мы все такие на синтах, наударных, минимум стандарта, скажем так, стандартизаций. И людей со стороны тоже может вполне себе привлечь, сделать фанатами просто потому, что она вот раз и превращается в музыку из 2000-х, раз она уже 2010-й, 2020-й и так далее. Она просто скачет туда-сюда-обратно, показывает все элементы, они при этом чужеродными не выглядят, она выглядит как часть одного целого абсолютно, а не так это иногда бывает, когда вот один кусок, вот другой, как-то их смешали, выкинули и, пожалуйста, получите, распишитесь. Я при этом удивлен. Спасибо Евгению еще раз за такой заказ. И вот, да, по-моему, одна из лучших песен на сети среди тех, которые я когда-то, конечно, когда-то слушал. Напишите, что вы думаете по поводу этой песни, мне очень интересно ваше мнение. Все. Не забывайте, товарищи, заказать мне какую-то трек, какую-то реакцию можно на busty.to.com. Там это все работает, там выходите, выбираете нужный пледж, и после этого мне каждый месяц или там 4 раза за месяц получится заказывайте разные композиции. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok